Привет! Вот сейчас иду в церковь, на литургию. Смотрю, вот это перекрыто. Главное, я первый раз решила сюда пойти, знаете. Но я сюда иду обратно, когда возвращаюсь в церковь. Я спрашиваю, а что это такое? Они мне говорят, сегодня будет забег, да, будут бежать. А я откуда говорю? Аджам пирамид. Аджам пирамид это недалеко от Миграса, это турк парк. И вот они будут пробегать все калечи, то есть как-то они здесь будут бегать. Вот, а потом Слары на Унжалы, короче, это вам ничего не говорит, естественно, но где-то все продлится до 12 дня. Представляете, я когда-то нечаянно попала на велосипедной гонке, нечаянно попала Юля. То есть это было так, они закончились, Юля увидела забор и узнала. Вот, а сегодня будут бегать. Я помню, что, да, в том году весной бегали, ну там прям очень далеко не начинали. Вот такая физкультурная Анталия. Сегодня воскресенье, и вот забег. Не знаю, по какому принципу, наверное, просто заявки люди пишут, кто хочет участвовать, и все. Я закрываюсь, потому что опаздываю. Ну не опаздываю сейчас без пятнадцати восемь, как бы не опаздываю на литургию, но у нас иногда даже раньше начинают. Могут без десяти начать. Вот, я еще хочу успеть свечечки поставить. Вот так. Знаете, с этой стороны я никогда не заходила. И так интересно, вот такие домики старые, я прям не видела. Я уже показывала, где наша церковь находится, но, честно говоря, сама не помню, в каком видео. Вот оттуда идете, да, в шлагбаум. И вот номер двадцать. Наша Катюша выздоровела, пришла, красотуля. Постоянно ходила в церковь, заболела немножко. Все делаю чай. Вы посмотрите, какая гусенькая там маленькая. Сейчас будем петь песню, где ищет текст по телефону, поэтому так громко. Привет еще раз. Мне хочу рассказать, что готовят сами, вот, от Денис Пастаноси. Я дошла до этой развилки, там, где Исмет Паша, трамвайная остановка. И вот завернулась сюда, иду, смотрю, где это Пастаноси. Пастаноси, это конечерская. Видите, магазинчик. Один, два, три, пять лир. Все. Всякие заколочки, бусинки, господи. Все, что только можно придумать. Шарточки по две пятьдесят. Оказывается, здесь детский магазин. Да не смотри, какие попсики. По семь лир. Вот пять Дед Морозы, кофточки по двадцать. Ну, совсем малюсенькие. Ну, и золото пошло. Тоже напротив магазинчик. Носки по рубль пятьдесят. Тоже там вот эта всякая, знаете, мелочь такая. Прямо сюда, и я не вижу никакой конечерской. Я иду домой. Если вы все правильно объяснили, но не нашли то, что искали, это не из-за того, что вы не знаете турецкий, а просто из-за того, что людям было баблом что-то объяснять. Хотя я три раза спросила прямо, прямо. Двести метров, двести метров. Ну, возможно, закрыли, перенесли в другое место. Тоже может быть. Такой парк сделали очень хорошо, потому что, ну, очень насыщенное движение, ну, на той же, на том же Ешекларе, да? Или садишься в кафешку, которая, в принципе, тоже заполнена. Или все-таки лучше вот даже пройти сюда, посидеть, знаете, ну, хоть с офиса выйти с магазина и где-то на лавочке посидеть, покурить, покушать. Или просто даже посидеть на солнышке, ну, пока солнышко не жарит. Ну, мне домой, вот туда быстрее. Не, ну, там машины едут. А туда мне опять заворачивать. Чорбаджи, видите, супы продают. Почему? Вот мне вот так, мне вот так нормально. Это я никуда не буду заворачивать. А Юля, все, и там обхожу, и там обхожу. А вот так нормально. Ну, только там дороги нет. Полетели, видите, у нас автобусы, в принципе, вот третий подряд. Пошел. Их или нет, или они уже все вместе, знаете, где-то как будто на перекуре были. И потом, ну, ладно, пацаны, погнали. Ну, если честно, то недолго ждете автобуса. Красиво, да? Сегодня воскресенье, включили все фонтаны. Хотя я не знаю, от чего зависит, когда включают. А, вот это, боже, как этот район называется? Оф, я где-то снимала. Ну, короче, здесь продается все по металлу. Вот как раз вот здесь, видите? Вот, вы будете видеть вот такая башенька. То есть я тогда, по-моему, гуляла. Я не скажу, что здесь намного дешевле. Ну, просто интересные такие старые, старинные. Можно что-то найти. Я говорю, а почему не работаете в воскресенье? Говорит, мы работаем. Я говорю, а эти, они богатые, они не работают. Вот так, понятненько. Так что воскресенье, ну, здесь нет смысла приходить, потому что здесь будет закрыто. Красиво, да? И Менка Хвастин, здесь когда-то был музей. И я, в принципе, думала в него зайти. Ну, пока я думала, они подумали, что, наверное, они дождутся меня, как и остальных. И просто переделали его в кафе. То есть, наверное, это всё-таки государство, они сдали в аренду. Чорба Эддунар Куитабе. Кстати, вот этот 7.24 пачаджи, шэмси. У меня знакомый кушал чорбу. Да, супчик говорит, очень вкусно. Такая большая тарелка. Я, говорит, просто в шоке. Он сам со Стамбула приехал, говорит, обалденно здесь кормят. Кстати, келепача тоже супчик есть. А я даже ни разу не заходила сюда. И плюс оно рядышком. Вот второй бурса Уджускумаш Пазары. Первый я вам показывала вчера возле мечети Мурат Паша. Вот это второй магазин. Но он, я думаю, всё-таки он поменьше. И тут больше, видите, таких общих тканей нет для одежды. И вот мы как раз вышли на остановку Исмет Паша. Трамвайную. Но просто по-другому я не могу вас с ориентировать. То есть, если вы будете искать, просто Исмет Паша. Трамвайная остановка где? И всё вам покажут. Вы уже всё знаете. Но остановка дураи меняется, потому что падеж. Я напишу этот падеж, он приклеился к нам. Смотрите, мне дали с орешками попробовать. Да, сейчас пробую. Она говорит, Элья Пумы. То есть, это она вручную делала. Ну, вкусно. Но я вообще люблю по голову с мороженым. Смотрите, она обещала, что она приведёт покупателей. Я ничего не обещала, честно вам говорю. Ну, хорошие. Свежие. Самое главное, что свежие. Видите, как рассыпаются. Боже, я одним наемся, честно. Оно такое, как сказать, питательное-питательное. Вот такие, вот такие с орешками. Да, это греческие орехи, грецкие орехи. Здесь ещё такие булочки продаются. Тортики я не пробовала, не знаю. Вот эти очень вкусные. Здесь или в другом месте купите, вам понравится. Вот реально очень классные. Вот это всё сухое. Ну, честно, я не люблю такое. Ну, просто я песочное печенье не люблю. Ну, смейте, как сюда. Ой, здесь ещё, смотрите, шоколадные. Нет, я уже пробовать не буду. Извините, я уже лопнула только от одного. Но здесь сахар, не мёд. Сахар. Это что-то такое? Это не тарчин. Это не тарчин. Это не тарчин. Это не тарчин. Это тарчин. Это с сыром и картошкой. Это сколько? 3 лиры. По 3 лире. Она всё же говорит, что она делала, она делала. Тарчистка. Я когда-то здесь брала Ачму шоколад, но мне очень понравилось. Они и чинды? Каймалы, пейнили. Каймалы? Я поняла. Такие смешные они. То есть я столько уже поговорила с ними по-турецки, они всё равно постараются. Вот с сыром и есть с мясом. Но мне кажется, она острая с мясом. Я вижу перец. Вот эти по 30 лир. Переводят мне, знаю, потому что вдруг я же не знаю, как будет по-турецки сыр и мясо. То есть всё знаю, а вот это как раз вот проблемка у меня. Такие смешные. Это мамчук ты шик, да? Вам, ты шик, да? Вот. Я вчера вам снимала, мне чуть машина не сбила, потому что я на этот... Хотя я... О, сейчас вторая. Догонит меня. Просто они тут мало едут, но едут. А утром вообще никого не было. Я себе стою там, фотографирую в магазин. Этот пибихает. Ещё остановился, я ему улыбнулась. Знаете, мне кажется, в сезон магазины будут работать даже в воскресенье. Но вот не в сезон. Я никогда не замечала пол первого дня. Всё закрыто. Всё. Я просто, знаете, в воскресенье, когда иду домой, не смотрю. А это что-то обратило внимание. Реально. В воскресенье здесь нечего делать. А-а-а. Сree. Продолжение следует...